Пресс-марафон Владимира Зеленского. 30 вопросов к президенту. Новый штамм коронавируса и как уберечься от финансовых махинаций. Это новости. Добрый вечер. Украинский военный убит на линии соприкосновения. Незаконные вооруженные формирования обстреляли Марьинку и Новомихайловку. В результате боец получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщает штаб ООС. Сегодня незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Также украинская разведка сообщает, что Кремль отправляет на Донбасс кадровых военных. По ее данным, российские офицеры и контрактники отдельных военно-учетных специальностей усилят разведывательно-диверсионные и саперные подразделения. Вместе с этим активизация применения противникам разведывательно-диверсионных групп и интенсивное минирование местности приводят к потерям среди личного состава оккупантов. Такие случаи российский пропагандистский аппарат пытается скрыть и использовать информацию о фактах гибели личного состава на минно-взрывных заграждениях для дискредитации объединенных сил. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook. 30 вопросов к президенту. Владимир Зеленский провел пресс-марафон, который приурочил к экватору его руководство страной. Глава государства рассказал о достижениях, ответил на критику и сделал прогноз о том, какие вызовы стоят перед Украиной уже в ближайшее время. Ответил президент и на вопрос от телеканала «Дом». Подробности далее в сюжете. 5,5 часов общения с украинскими и мировыми СМИ. 32 журналиста. Десятки острых вопросов к президенту. Пресс-марафон Владимира Зеленского уже традиционно проводят в необычном месте. На этот раз в каворкинге в центре Киева. Один из вопросов, который неоднократно поднимали журналисты – угроза полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину. Владимир Зеленский заявил, эскалации со стороны России можно ожидать в любой момент. Ну и поддаваться запугиваниям не стоит. «Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Ежедневно мы получаем данные не только от нашей разведки, хотя они главнее, а также от разведок других стран. Стран-партнёров, которые поддерживают нас. Они действительно нас поддерживают. Есть военная помощь, есть информационная помощь, техническая помощь. И финансовая помощь так и есть. Но прежде всего мы должны рассчитывать, я считаю, на себя, нашу армию». Затронули и тему освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в России. Президент заявил, Украина борется за каждого узника, подключая к переговорам международных партнёров. «Список передан Турции. Недавно я разговаривал с президентом Эрдоганом. У него была встреча с президентом Российской Федерации. Списки были переданы российской стороне. Я хочу его поблагодарить. Он просил об этом. Он просил именно за крымских татар. Мы ждём разговора президентов Соединённых Штатов и России. Мы ожидаем, что этот вопрос будет поднят на их уровне». Ответил Владимир Зеленский на вопрос шеф-редактора телеканала «Вдом и ЮЭй ТВ» Алексея Мацуки. «Интересно ваше отношение и ваше собственное мнение относительно переходного правосудия. Потому что это очень активно артикулируется в России, мы слышим. И очень много критики по этим инициативам, которые были поданы Кабинетом министров. Вы, как президент, как вы видите ситуацию с урегулированием норм переходного правосудия? «Если мы будем голосовать закон о переходном правосудии, он полностью противоречит Минску. Это значит, что Украина в одностороннем порядке выходит из минского процесса. Ни у кого из стран Нормандии нет обязательств. Минска больше не существует по причине решения украинской стороны. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Я считаю, что этот вопрос не настоящего времени». Говорили о вызовах внутри страны. Одно из главных проблем Владимир Зеленский назвал пандемию коронавируса. И, по его словам, весной Украина может захлестнуть новая волна. Сейчас основное решение проблемы – массовая вакцинация украинцев. Государство делает со своей стороны все, чтобы все желающие смогли сделать прививки. «Вакцин достаточно, а дефицита вакцин нет, но вакцинированных мало. Вы сами понимаете, как наши люди относятся к вакцинации. 80% были против, сейчас гораздо лучше, сейчас люди вакцинируются, сейчас мы добавляем дополнительные программы. Но ведь это ответственность человека. Мы как можем это объясняем. Мы сами публично вакцинируемся и призываем всех». Кроме того, Владимир Зеленский заверил, судебная реформа, которая является ключевой для развития Украины, будет завершена. Также важным шагом президент назвал решение бороться с олигархами и развеял мифы о том, как именно будет работать закон о деолигархизации. «Кто-то сказал, что заберет собственность, кто сказал, что заберет телеканал. Никто этого не говорит. Люди просят, пожалуйста, будьте большим бизнесом, зарабатывайте деньги. Но у тебя нет права шантажировать общество, шантажировать народ Украины. Все, что я хочу, давайте стабилизировать ситуацию в государстве и все вызовы решать вместе». Напоследок, президент Украины обещал чаще встречаться с журналистами. Уже 1 декабря Владимира Зеленского ждут в парламенте. Там запланировано его ежегодное послание к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Юлия Крючкова, Новости Украины. Задержан координатор общественной организации «Крымская солидарность» Делявер Меметов. Российские силовики схватили его, а также журналиста Абдуллу Сейдаметова возле здания подконтрольного Кремлю гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе. Меметова отвезли в так называемый Центральный отдел полиции. Мотивируя это тем, что он был среди встречавших адвоката Эдема Семидляева 23 ноября. Мотивы задержания журналиста Сейдаметова пока неизвестны. Нарушение конституционных прав, пытки, отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию. Незаконно удерживаемые украинцы на временно неподконтрольных Украине территориях ждут своего освобождения в нечеловеческих условиях, отмечают представители ООН. Сегодня оккупационные администрации под предлогом пандемии коронавируса ограничивают любые контакты как с родственниками, так и с гуманитарными миссиями, отметили эксперты в рамках третьего международного форума по Восточной Украине. В результате усилий гуманитарной подгруппы сотни заключенных были освобождены с начала боевых действий. Последнее такое освобождение было в декабре 2019 года. Сейчас оккупационные администрации не готовы к переговорам по освобождению удерживаемых лиц, потому что считают, что предыдущие процессы взаимного освобождения не завершены. Уже несколько лет мы добиваемся доступа к людям на неподконтрольных Украине территориях. К тому же мы считаем, что родственники жертв незаконного задержания, пыток и жестокого обращения, они имеют право на возмещение ущерба и репарацию и должны получить возможность реализации этого права. Евросоюз договорился о пятом пакете санкций в отношении Беларуси, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. А в списке 28 физических и юридических лиц его планируют одобрить 1 декабря. А в силу санкции вступят уже на следующий день. А ситуация в Беларуси Николай Старков расскажет. Визит Александра Лукашенко в логистический центр на белорусско-польской границе обставлен по всем законам пропаганды. Тругательные фотографии с детьми и громкие обещания. Лукашенко успокоил мигрантов. Никто не заставит их вернуться на родину. А как только высокие гости уезжают, мигранты показывают совсем другую картинку. Еда просрочена, а за теплое питье и зарядку телефона приходится платить в евро. Перед тем, как попасть в Беларусь, многие продали все, что у них было. Теперь их там просто раздевают, пишет Франкфуртер Альгемайна. Впрочем, это лишь фон для очередного громкого заявления Лукашенко. Он угрожает Европе новым миграционным кризисом и даже войной. Мерзавцы, они семьи не хотят воссоединить. Это же мирные, нормальные люди. Ну, получат проблему на порядок выше. Если сюда хлынут афганцы и через Украину в том числе, а вы знаете, там за любую копейку пропустят кого угодно. Захлебнется Европа. В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий с визитом в Лондоне. Его коллега Борис Джонсон демонстрирует солидарность с Польшей. Я думаю, эта встреча – шанс подтвердить нашу приверженность, возможно, ближайшему европейскому союзнику в НАТО. Мы поддержим безопасность и оборону союзника. Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной, сообщают в пограничной службе Польши. 26-го 11-го границу Польши пытались незаконно пересечь 217 человек. Было вынесено 12 постановлений о выезде с территории Польши. На участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, группа из почти 200 агрессивных иностранцев силой форсировала границу. Сообщение пограничной службы Польши в Твиттер. По оценке польских пограничников, на белорусской границе находятся 3-4 тысячи человек. Две – в логистическом центре. Остальные по-прежнему скрываются в лесах, где температура по ночам уже ниже нуля. Николай Старков, Новости Украины. Прокуратура вручила подозрение водителю грузовика, который спровоцировал смертельное ДТП в Харькове. Санкция статьи предусматривает заключение от 7 до 12 лет. Уже установлено, что водитель был под действием наркотиков. Напомню, вчера водитель грузовика с полуприцепом выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Chevrolet Nubira. После этого фура перевернулась и упала на такси. Водитель такси и его пассажиры, а это 49-летняя женщина и трехлетний ребенок, погибли на месте. Кроме того, грузовик задел еще два автомобиля. Травмы получили 4 человека. Строительство Центра олимпийской подготовки в Кременое и Центр вакцинации в Северодонецке сегодня осмотрели премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Глава правительства сегодня с рабочим визитом в Луганской области. Почти 4 тысячи семей ветеранов АТО и ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами, в следующем году получат жилье от государства. Второй раз за последние две недели я здесь. Мы знаем, насколько проблема с жильем является острой. Мы знаем, насколько необходимо, чтобы люди имели возможность получить жилье, потому что тогда будет работа, тогда будет семья, тогда будет все-все, что необходимо человеку. Сегодня в центре нашего внимания было строительство центра олимпийской подготовки. Мы полностью осмотрели весь комплекс. Считаю, что это будет действительно таким одним из самых больших, а возможно и самым большим в стране центром олимпийской подготовки. Уже буквально до конца следующего года все основные объекты будут сданы в эксплуатацию и спортсмены полноценно. Сборные смогут тренироваться и готовиться, проводить сборы, предолимпийские сборы. Также премьер-министр сообщил, что до конца года заработает государственная финансово-лизинговая компания. Ее задача – аккумулировать деньги и обеспечить жильем по лизинговым схемам работников бюджетных сфер, учителей, врачей, военных. На эти цели будет выделено около 20 миллиардов гривен под государственные гарантии. Тепло и горячая вода для украинцев до конца отопительного сезона не подорожают. В этом заверила заместитель министра развития общин и территория Украины Наталья Хатяновская. По ее словам, все необходимые затраты в проблемных регионах государство возьмет на себя. Предусмотрена субвенция на выполнение пятого пункта меморандума для общин, у которых недостаточная налоговая способность для того, чтобы покрывать затраты на увеличение стоимости энергоносителей. Кроме того, предусмотрена субвенция на погашение задолженности по разнице в тарифах. Опаснее дельты и может распространяться со стремительной скоростью в Южноафриканской республике найден новый штамм коронавируса. Великобритания, Нидерланды, Сингапур, Израиль, Чехия и Германия либо уже приостановили рейсы в Африку, либо собираются это сделать. О том, какую угрозу несут новые штаммы вируса, расскажет Лариса Зубенко. Альфа, бета, дельта – это лишь те штаммы, о которых чаще всего говорят в прессе. На самом деле мутации коронавируса, как и любого другого микроорганизма, происходят постоянно, утверждают ученые. И остановить этот процесс невозможно. Мы живем в царстве бактерий, вирусов с момента существования человечества. И не исключено, что и с ковидом мы тоже будем жить еще очень долго. Сейчас довольно много молодых людей, которые требуют лечения в отделениях интенсивной терапии, в том числе это 20, 30, 40, 50 лет. В новом штамме коронавируса, который обнаружили в Южноафриканской республике, ученые уже нашли в два раза больше мутаций, чем в дельте. Благодаря этому вирус будет распространяться быстрее. В ЮАР уже зафиксировали 77 случаев инфицирования, в Ботсване – 4. Мы знаем о новом штамме только несколько дней, и мы знаем очень немного. Он ведет себя аналогично штамму альфа в некоторых тестах. У него есть мутации, которые очень похожи на бета, гамма и дельта варианты. Две характеристики, которые нас больше всего беспокоят – это высокая передаваемость и некоторый уровень иммунного ускользания. В случае заражения новым вирусом в Украине пока официально не зарегистрированы. Однако на днях в Днепре нашли самый опасный вариант штамма дельта – так называемый дельта плюс. А мутировавшие вирусы все чаще поражают детский организм, говорят инфекционисты. В начале пандемии дети составляли всего 1-2% среди всех заболевших на коронавирусную инфекцию. То на сегодня это 10% от всех заболевших на коронавирусную инфекцию. Он действительно может давать чаще желудочно-кишечные симптомы. И он может действительно давать очень быстрое развитие тяжелой пневмонии. Ну, сложно даже иногда предсказать ее течение. Абсолютной защиты от инфицирования любым из штаммов не существует. Облегчить течение болезни может только вакцинация. Мы обычно проводим длительные беседы о том, что вирус меняется на любая вакцинация, которая сейчас есть. Все вакцины защищают от тяжелых последствий после любого вируса, который вы подхватите. К новым штаммам коронавируса украинцы готовы, говорят, привыкли к частым сообщениям о мутациях. Немного настораживает, но я оптимистка, поэтому буду надеяться на лучшее. Дельта, не дельта. Это все заложить. Дельта, не дельта. Я думаю, что все это зависит от того, как ты занимаешься собой. Если ты работаешь над собой, твой иммунитет закаленный, то никакая дельта ничего не угрожает. Всемирная организация здравоохранения в связи с появлением нового штамма провела экстренное совещание. Ученые отвели на его изучение две недели. За это время они планируют выяснить, как вирус реагирует на вакцины. Лариса Зубенко, Юрий Шульга, Новости Украины. Новую схему обмана украинцев придумали мошенники. Речь о выплатах за вакцинацию от COVID-19. Как не попасться на крючок, расскажет Влада Цуркан. Только президент объявил о выплатах за вакцинацию от COVID-19, как мошенники придумали новую схему обмана украинцев. Около недели назад клиентам PrivatBank начали приходить сообщения о якобы одобренной сумме. Но чтобы ее получить, нужно перейти по указанной ссылке и оставить личные данные. Самое опасное – это ввести данные его платежной карточки, в том числе секретный CV-код карты, для того, чтобы якобы получить эти деньги. Мы успели, с одной стороны, предупредить клиентов об этом, с другой стороны, принять все меры для того, чтобы такие фишинговые сайты, эта мошенническая схема не смогла работать. Каждый месяц мошенники придумывают схемы, чтобы нажиться на доверчивых людях. Зачастую они звонят, как представители нацполиции или банка, чтобы получить личные данные. В Киевской области для этого создали целый колл-центр, ежемесячная прибыль которого составляла полтора миллиона гривен. Его закрыла киберполиция Киевской области. Гражданам сообщали о блокировании карты и предлагали пройти верификацию, увеличить лимит на банковских карточках, открыть новый счет с определенным лимитом. Под такими поводами операторы выспрашивали конфиденциальную информацию. В частности, CVV-коды, номера, пин-коды. В дальнейшем деньги потерпевших перечислялись в подконтрольные счета, оформленные на третьих лиц. Затем полученные деньги переводили в криптовалюту. По мнению психологов, мошенников намного сложнее распознать по телефону и сохранять при этом здравый рассудок. Злоумышленнику будет сложнее вывести жертву на эмоции, если во время разговора она на чем-то другом сосредоточена. Если получили сообщение о каких-то финансовых операциях, украинские банки советуют напрямую обращаться в службу поддержки финучреждений на официальных сайтах или в приложении. Напомним, что тысячу гривен каждому, кто прошел полный курс вакцинации, будет зачисляться на виртуальные платежные карты через приложение ДИА. Влада Цурка, Новости Украины. Стал известен соперник сборной Украины по футболу в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира 2022 в Катаре. Подопечные Александра Петракова сыграют на выезде с командой Шотландии. Матч запланирован на 24 марта 2022 года. В финале победитель пары Шотландия-Украина встретится с победителем противостояния Австрия-Уэльс на его поле. Мы считаем, что действительно повезло. Но это также и свой груз ответственности, потому что мы равного себе соперника получили. И теперь мы обязаны проходить. Хорошая жеребилка для нас. Удачно, что не попалась Италия, Португалия. Я сидел и молил Бога, чтобы они не попали, скажу откровенно. Интересно будет сыграть. В Шотландии сейчас будем изучать. Итоги дня традиционно подведем уже в следующем выпуске. Не пропустите. И также напоминаем о рекомендациях Минздрава. Обязательно вакцинируйтесь, чтобы уберечь себя, своих родных и близких от тяжелых последствий коронавируса. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова